Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю. В эфире Минск чрезвычайный. У микрофона Андрей Макаров. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. С начала года в Минске на пожары ИЧЕ спасатели совершили уже около 230 выездов. За это время на пожарах погибли два человека. Семеро пострадали. А вот 19 человек, в том числе одного ребенка, работники МЧС, спасли и эвакуировали из опасных зон. Далее все подробности происшествий минувшей недели. Минск чрезвычайный. В сезон наступления холодов автовладельцы нередко обнаруживают животных, свернувшихся, например, на капоте. Порой коты в поисках тепла забираются и под автомобили. Подобная ситуация произошла в понедельник вечером. Котенок забрался в моторное текси Троэна, припаркованного на улице Сурганово. Водитель, к счастью, не успел завести двигатель, так как вовремя его заметил. Доставали незапланированного пассажира работники МЧС. Предугадать подобной ситуации практически невозможно. Поэтому прежде чем садиться в машину, не поленитесь, загляните под днище или хотя бы легонько стукните по капоту. Вполне возможно спасете жизнь животному. С отверстием в крыше осталась одна из столичных СТО. Пожар вспыхнул в среду днем на улице Судмолиса. На кровле загорелись деревянная обрешетка и утеплитель. Предполагается, что причиной ЧП стала неисправность печного устройства, а именно неправильная конструкция дымохода. Минск чрезвычайный. Вечером в среду на бетонном проезде загорелась 15-летняя Ауди А8. Пламя охватило моторный оттек машины. Оперативно прибывшие спасатели потушили огонь. Скорее всего, пожар мог возникнуть из-за короткого замыкания. День второй. Причина та же. В четверг нам кат от короткого замыкания прямо во время движения загорелась Мазда. ЧП произошло утром в районе развязки с улицы Тимирязева, недалеко от съезда Нождановичи. Машина находилась в правом ряду. Сначала из-под капота пошел дым, а затем начал выбиваться и огонь. Оперативно прибывшим спасателям удалось успешно ликвидировать возгорание. Находившаяся за рулем женщина не пострадала. В таких случаях офовладельцам рекомендуется припарковаться у обочины, заглушить машину и воспользоваться огнетушителем, который должен всегда быть в доступном месте. Нестандартное происшествие произошло в столице в четверг вечером. В одной из квартир 26-летний парень, знакомый дочери хозяйки, развил на кухне около одного литра жидкого брома. Резкий запах опасного химического вещества в доме по проезду голодеда почувствовали соседи и вызвали работников МЧС. Стоит отметить, что мужчина таки сам попытался собрать вещество, но получил ингаляционный ожог парами и был госпитализирован. Оперативно прибывшие спасатели нейтрализовали пролитый бром, предварительно взяв часть вещества для экспертизы. Минск чрезвычайный. Минувший четверг, к сожалению, пополнил печальную статистику погибших на пожарах в столице. Трагедия, унесшая жизнь 54-летней женщины, произошла поздно вечером в Двушки на проспекте Победителей. Спасатели обнаружили хозяйку в горящей комнате на полу. В бессознательном состоянии женщина была передана бригаде скорой. К сожалению, спустя несколько часов она скончалась в больнице. Вероятной причиной, приведшей к трагедии, стало неосторожное обращение с огнем при курении погибшей. В ночь с воскресенья на понедельник на номер 101 от жильцов поступило сообщение о пожаре в пятиэтажке по улице Бельского. Когда пожарные прибыли на место вызова, из окон однушки на четвертом этаже шел дым. Из горящей квартиры работники МЧС спасли хозяйку 78-го и ее мужа 76-го годов рождения, которые с ожогами первой-третьей степени и отравлением продуктами горения были госпитализированы в больницу. Причину пожара сейчас устанавливают специалисты. Рассматриваемая версия причины пожара – короткое замыкание электропроводки телевизора. И еще двух человек спасли огнеборцы поздней ночью с воскресенья на понедельник. В квартире на первом этаже девятиэтажки по улице Текотского загорелось имущество. Работники МЧС вывели 84-летнюю хозяйку жилья на свежий воздух. Пенсионерка находилась в негорячей комнате, поэтому не пострадала. А вот ее сына 66-го года рождения спасатели нашли на полу в комнате, где вспыхнуло огонь и передали бригаде скорой. С отравлением продуктами горения мужчина был госпитализирован в больницу. Причины пожара устанавливаются среди рассматриваемых версий – курение или короткое замыкание электроудлинителя. На примере пожаров, которые случились на прошлой неделе, хочется еще раз напомнить. Не курите в постели, не допускайте перегрузки электросети, своевременно ремонтируйте электропроводку, правильно эксплуатируйте свои печи, соблюдайте правила пожарной безопасности и не рискуйте собой и своим имуществом. О происшествиях на сегодня все. До встречи через неделю. Пока! Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова